Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас небольшая история Саши Спиркиной, которая столкнулась с равнодушием взрослых. Саша Спиркина родилась в 2010 году, поздний долгожданный ребенок Амичей Василия и Ренаты Спиркиных. Родители окружали дочь максимальной заботой и вниманием, но иногда всего нескольких мгновений бывает достаточно, чтобы случилось непоправимое. 1 мая 2014 года Василий Спиркин отправился на выходные с дочерью в поселок Сибневи, расположенный в 24 километрах от Омска. Здесь у семьи был небольшой дом с двором, который использовался в качестве дачи. В 18 часов Саша играла в песочница, а отец отвлекся на минуту, ремонтировал автомобиль. Когда мужчина посмотрел во двор, дочери там не было. Василий осмотрел дом и двор, безрезультатно, выбежал за ограду. Примерно в 200 метрах от дома, на окраине поселка, гоняли мяч местные подростки. Они сказали, что несколько минут назад мимо них пробежала плачущая маленькая девочка. Она, громко зовя папу, направилась в сторону реки. Отец кинулся по следу дочери. Мимо проезжали на машине соседи, которые подтвердили слова детей. Да, Саша действительно была испугана и бежала в сторону берега. Василий Спиркин продолжил поиски, параллельно набрав 112. Уже в 18 часов 30 минут сотрудники МЧС прибыли на место и развернули масштабные поиски ребенка. На берегу реки, в которой подбежала девочка, опросили нескольких рыбаков. Те рассказали, что маленькая девочка действительно была здесь, она звала папу, перебежала дамбу и скрылась в высокой траве. Никто не остановил девочку и не пришел на помощь. В начале весны в Сибири часто горит лес и сухая трава на полях. 1 мая 2014 года пожары были по всей Йомской области, стоял плотный смог. Искать Сашу в таких условиях было очень тяжело. Но было прекрасно понятно, в какой опасности находится трехлетний ребенок. Пожары, ночной холод, опасные в это время года клещи, многочисленные речки и озера. Природа стала грозным врагом маленькой беглянки. В поисках принимали участие 400 полицейских, среди которых были и кинологи с собаками, 200 волонтеров. Все окрестные водоемы обследовали водолазы. Василий и приехавшая вечером Рената не сомкнули глаз, они принимали активное участие в поисках дочери. Ровно через сутки, в 18 часов 2 мая 2014 года, полицейский Каир Нормагомбетов увидел Сашу Спиркину. Девочка шла по задымленному полю в 12 километрах от поселка Сибневи и громко звала отца. К счастью, она была цела. Есть небольшой ролик с места событий. Папа там, на машинке. А тебя как звать? За 10 километров при патрулировании мы обнаружили, что воронье крутится. Обычно они крутятся, когда добыча рядом. Подъехали туда и увидели девочку. Она уверенно шла в том направлении, не останавливаясь. То есть подъехали. Она испугалась, конечно. Посадили в машину. Дали по водичке попить. И дальше сюда доставили. А привет и все, понятно. Розовая паточка, белая сяпочка. Да. Ну и в лесу за 12 километров. Я не думаю, что несколько девочек подходит. Правильно? А она не рассказала, что ночью как, что делала? Нет, я не стал ее расспрашивать. Она единственное просто показывала пальцем ту сторону и папа-папа пришла куда-то уверенно в том направлении. Когда малышка немного пришла в себя, она рассказала, что испугалась большой собаки, которая забежала во двор и громко залаяла. Отец лежал под машиной, и девочка его не увидела, поэтому выскочила за калитку в поисках. Она все дальше убегала от дома. Но ни один человек, попавшийся на пути, не остановил плачущего ребенка, не расспросил, что же случилось.